Космический телескоп Джеймса Уэбба Галактик Сервей вызвали бурные дискуссии среди космологов. Эти открытия предоставляют нам беспрецедентные данные о самых ранних галактиках и структурах во Вселенной. Может ли наша Вселенная существовать внутри черной дыры? Этот вопрос, который когда-то казался чистой фантазией, теперь рассматривается как возможная реальность. Эта умопомрачительная концепция бросает вызов нашему восприятию реальности. Она заставляет нас пересмотреть наши фундаментальные представления о космосе и нашем месте в нем. Однако эта идея не так уж и надумана, как может показаться. Современные теории и наблюдения предоставляют нам основания для серьезного рассмотрения этой гипотезы. Убедительная теория, известная как теория фундаментальной плотности или FDT, предлагает новую основу для понимания этой возможности. Она объединяет различные аспекты космологии и теоретической физики. Она предполагает, что черные дыры, часто воспринимаемые как космические разрушители, на самом деле могут быть создателями Вселенных. Это радикально меняет наше понимание их роли в космосе. Эта теория имеет глубокие последствия. Она не только меняет наше представление о черных дырах, но и о самой структуре Вселенной. Она предполагает, что наша Вселенная, какой бы огромной она ни была, может быть лишь одной из бесчисленных мини-вселенных, вложенных в черные дыры. Это открывает новые горизонты для исследований и понимания. Эти черные дыры, в свою очередь, могут существовать внутри еще больших Вселенных, создавая космический аналог матрешки. Это представление о многослойной структуре космоса поражает воображение. Давайте погрузимся в интригующий мир FDT и исследуем, как она проливает свет на эту головокружительную возможность. Понимание этих концепций может изменить наше восприятие Вселенной навсегда. Теория фундаментальной плотности, или FDT, основана на новом переосмыслении понятия плотности. Традиционно плотность вычисляется путем деления массы на объем. Однако FDT использует другой подход. Она предполагает, что релевантный объем для расчета плотности – это непривычное нам трехмерное пространство. Вместо этого используется радиус Шварцшильда – теоретическая граница, окружающая черную дыру. Радиус Шварцшильда представляет собой точку невозврата для всего, что пересекает его, включая свет. Все, что попадает внутрь этого радиуса, неизбежно притягивается к сингулярности в центре черной дыры. Используя радиус Шварцшильда для расчета объема, FDT вводит новаторскую концепцию. Плотность становится конечной везде во Вселенной, даже в загадочных сердцах черных дыр. Последствия переосмысления плотности в FDT огромны. Это открытие заставляет нас пересмотреть многие из наших предположений о природе черных дыр и их роли во Вселенной. Одно из самых поразительных открытий заключается в том, что черные дыры, вопреки распространенному мнению, могут не обладать бесконечной плотностью. Это открытие меняет наше понимание их физической структуры. На самом деле, по мере того, как черные дыры накапливают массу, их плотность, рассчитанная с использованием радиуса Шварцшильда, фактически уменьшается. Это противоречит интуитивному представлению о том, что черные дыры становятся все плотнее по мере роста. Это означает, что некоторые сверхмассивные черные дыры, несмотря на то, что содержат в миллиарды раз больше массы нашего Солнца, могут иметь плотность ниже плотности воды. Это удивительное открытие заставляет нас пересмотреть наши представления о плотности и массе. Этот парадоксальный вывод бросает вызов нашему фундаментальному пониманию этих небесных гигантов. Он поднимает новые вопросы о природе гравитации и материи. Самая высокая плотность внутри черной дыры, согласно FDT, находится не в ее центре, а на ее поверхности, горизонте событий. Это открытие меняет наше представление о внутренней структуре черных дыр. Именно здесь кривизна пространства времени наиболее экстремальна, что приводит к наибольшей концентрации массы внутри радиуса Шварцшильда. Это открытие подчеркивает важность горизонта событий в понимании черных дыр. Этот новый взгляд на плотность черных дыр открывает путь к радикальной идее – рождению Вселенных внутри этих космических монстров. Возможно, черные дыры являются не только концом, но и началом новых Вселенных. Образование Вселенных внутри черных дыр FDT предлагает захватывающий механизм образования Вселенных. Эта теория предполагает, что черные дыры могут быть не просто концом пути для материи, но и началом чего-то нового. По мере того, как черная дыра набирает массу, ее плотность уменьшается, но плотность на ее поверхности, горизонте событий, увеличивается. Это увеличение плотности на горизонте событий играет ключевую роль в процессе. Когда эта поверхностная плотность превышает критический порог, происходит нечто экстраординарное. Это событие может быть началом рождения новой Вселенной. Это запускает каскад событий, приводящих к созданию материи и рождению новой Вселенной. Этот процесс может быть похож на большой взрыв, но происходит внутри черной дыры. Эта Вселенная, расположенная внутри черной дыры, будет отделена от родительской Вселенной, из которой возникла черная дыра. Она будет существовать независимо, развиваясь по своим собственным законам физики. Идея заключается в том, что любая сферическая область Вселенной с той же массой, что и черная дыра, будет иметь ту же фундаментальную плотность и кривизну пространства-времени. Это утверждение имеет глубокие последствия для нашего понимания космоса. Это верно, независимо от местоположения области, что подтверждает концепцию мини-вселенных, существующих внутри черных дыр. Эти мини-вселенные могут быть ключом к разгадке многих космических тайн. Эта теория дает убедительное объяснение происхождению нашей собственной Вселенной. Возможно, наш большой взрыв был результатом подобного процесса. Возможно, мы живем внутри черной дыры, образовавшейся в предыдущей Вселенной. Продукт бесконечного цикла космического творения. Этот цикл может продолжаться вечно, создавая новые Вселенные из старых. Секреты вращения галактик Идея о Вселенных внутри черных дыр может показаться чистой спекуляцией. Однако недавние астрономические наблюдения предоставили заманчивые улики, подтверждающие эту теорию. В 2025 году астрофизик Леор Шамир опубликовал новаторские результаты, основанные на данных программы JADES. Анализ Шамиром 263 ранних галактик выявил своеобразную закономерность в их вращении. Он обнаружил значительную асимметрию в направлении их вращения. Примерно 66% галактик вращались по часовой стрелке, в то время как только 33% вращались против часовой стрелки. Эта асимметрия, статистически значимая и вряд ли случайная, бросает вызов давнему предположению об изотропии Вселенной. Согласно космологическому принципу, Вселенная должна выглядеть примерно одинаково во всех направлениях. Однако результаты Шамира предполагают направленный уклон. Намекая на возможное объяснение, наша Вселенная, возможно, родилась из вращающейся черной дыры. Вселенная мини-вселенных. Наблюдаемая асимметрия вращения в ранних галактиках замечательно согласуется с FDT. Об этом мы говорили в прошлом нашем видео, ссылка будет в описании. Сами черные дыры часто рождаются вращающимися, что является следствием момента импульса коллапсирующей звезды или газового облака, из которых они образовались. Если наша Вселенная действительно возникла внутри вращающейся черной дыры, первоначальное вращение этой черной дыры могло отпечататься на зарождающейся Вселенной. Этот отпечаток, сохранившийся в течение миллиардов лет, может быть причиной наблюдаемой асимметрии вращения галактик. Это открытие дает дополнительную поддержку идеи о Вселенной, кишащей мини-вселенными, каждая из которых гнездится внутри черной дыры. Эти черные дыры, в свою очередь, могут существовать внутри еще больших Вселенных, создавая сложную, взаимосвязанную космическую паутину. Последствия этой модели глубоки. Она предполагает, что наша Вселенная – лишь одна из бесчисленных Вселенных, каждая со своими уникальными свойствами и законами физики.